Так, друзья, всем доброго времени суток, добро пожаловать на канал Завода, меня зовут Дима, мы продолжаем проходить с вами игру Ягай. Так, ну что, поехали, значит, до Бабы-Яги относите и подношение. Всё, проснулись, хлебушка у нас тут нету. Давайте сразу сделаем, смастерим себе оружие. Сразу, я думаю, несколько сделаю. Так, а где золото, золото, золото? А давайте попробуем с медной руды. С медной и... И, 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 и... А это что такое? Горящие камни? Значит, больше урона хладнокровным существам. Нет, это не нужно. Вот, кровотечение. Мне больше нравится кровотечение. Так, при поломке орудий, кипровка волшебной премии, это умножается. При поломке оружия с ним попадается кровище, оружие труднее сломать. Вот, вот это. И тогда давайте вот это мы. Нет, где золото? А, у меня золота нету. Или есть? Дополнительные ранения. Не понял? Лёгкий металл. Неподвластный времени металл. Чисто еще существа. Ну, кстати, ладно. С этого попробуем создадим. Это одно у нас будет. И второе потом тоже сделаем. Так. И смастерим сразу. Возьмем железо. Возьмем. Возьмем, возьмем. Что тут можно взять интересного-то? Вот это попробуем. Копейку, чтобы роняли. И оружие труднее сломать. Нет. Да, пускай будет труднее сломать. Так, это мы сделали. Починить. Починить. Что нам нужно еще что-нибудь починить-то? Ничего нам не нужно починять. Починить. Ну все, отправляемся к Бабе-Яге тогда. Иван, кажется, в проблеме. Где он сейчас идёт? Да. Так. Когда мы идем? В субботу. Его враги наиболее ослаблены. Пятница. Лучший день, чтобы разбогатеть. И среда. Выдержать больше ударов. Так. Давайте ослабленных врагов выберем. В понедельник пойдем. Чтобы и они меньше урона наносили, и КП у них было меньше. В общем, всего у них было меньше. Я ж думаю, эта система так работает. Так. Ну что, загрузка такая долгая-то. Так. Вот мы просыпаемся. Иван добрался. И в зловонном месте оказался. Что уговолено... Уготовлено судьбою ему, короче. Вот болото. Страх среди крестьян. Попали многие среди лягушек. Если собаки, овцы там, никто не выберется из кущи. Живет там водник со своей семьей. Людей они не любят и боятся. Но посещают их десятки мужиков. Когда на поиски сокровищ нужно отправляться. Кто выбрать нужно к кузнецу? Когда в борт людей или болото? Станет на сторону людей? Или гостем он останется с заботой? Угу. Угу. Значит, в общем, мы тут будем как гость. Здесь так сыро, да? Здесь сыро, потому что это болото. Будем мы здесь как гости? Или... Ну, они нападают первые. Так. Я молот, когда в них кидаю, они уворачиваются почему-то. Урон не наносится. Это плохо. Это очень плохо. Давайте пойдем вправо. Посмотрим сначала, что тут. Да, они уворачиваются у нас от молота. Ого. Кто там? Лягушка? Так. Так, монетку не забыть надо. Обязательно монетку не забываем. И с пчелами тоже быстро расправляемся. Так, а здесь норк никаких нету? Нет? Вроде нету. Секретных ущелий, в которые можно спуститься и добыть там рну для оружия. Так, а это что за кокон? Ого, сколько их тут. Такой Иван у нас и в роли Тора выступает. Молот умеет бросать. Который к нему возвращается. Так, все коконы мы разбиваем. На всякий случай. Мало ли, может из них кто-то вылупится. Так, и здесь тупик? Здесь тупик. Идем, значит, в обратную сторону. Пойдем налево. Так, надо, я думаю, вторую лапку поменять на кто-то боль. Так, а я хочу попробовать серп. Он у нас, значит, по кругу бьет. Интересно, он будет врагов резать? Потому что я знаю точно, что можно препятствия проходить с помощью него. Так, лапа черной кошки у нас. Так, а клевер? Петилистый клевер. Хоть не забыли. Так, а что тут у нас? Ага, это новый бог. Ох. Это алтарь, посвященный богу музыки и волшебству Велесу. Так, очистим. Что такое на земле что-то упало? Алтарь почти не слышно гудит. Это флейта Велеса у нас. Без подношения обошлись. Так, а это что такое? Это просто тупик. Так, ну, мне нравится в понедельник проходить, когда враги все ослаблены. И они и урона меньше наносят, и жизни у них меньше. Так. Так. Так, давайте мы поищем. Печь. В печи лежал у нас, получается, хлебушек и бронзовая руда. Хорошо. Так, это у нас кипящая лужа. Ну, опять, значит, деремся. Так, сразу справляемся. Ух ты. Какой у нее урон, а уешно хороший. Мне нравится этот. Это когда протухшая слизь. У нас протухшая слизь теперь есть. Интересно, что она дает, но потом мы посмотрим. Так, монетку, не забывая монетку. Самая главная монетка. Так, а это у нас наковальня. Мы можем ее использовать. Возможно, тогда мы идем в правильном направлении. Тогда мы пойдем в обратную сторону. То есть сначала сходим в то место, куда нам не надо по сюжету. А потом вернемся туда. Так, тихо. Что-то вы долго живете слишком. Обычно там два-три удара и все. А это прям живучие оказались. Так, ладно. Уклоняетесь все так же. Вот, с двух ударов упали. Так, лягушка. Лягушку мы с серпа с первого удара убиваем. Нет, а вот сейчас не с первого. Оглушили. Отлично. И убили. Так, ладненько. Идем дальше. Ой-ой-ой, чуть не попал. Надо в спину подходить ему. Да что ж ты будешь делать-то? Все, успокойся. Защищаться не надо. Так, так. Ой-ой-ой, прям в лобешник. Все, справились. Вот мы ударов от них много слишком пропустили. Ой-ой-ой, как мы сходу. Супер удар был. Так, еще одна печка. Еще один телепорт. Вот за что я говорил. Здесь у нас тупик. Значит, мы отправляемся. Лужи. Сейчас поищем. В печи ничего нет. Теперь разбираемся. Давай, взлетай. Нам нужно кипящей лужи. Теперь идем мы, значит, через кузню. Сейчас сразу починим наше оружие, если можно починить. Так. А давайте даже не просто починим, а смастерим. Вот возьмем этот крюк. Сказал этот крюк. Вот. И смертельно опасный металл. Неподвластное время. Легкий металл. Так. Давайте бронзовую поставим. Посмотрим, что это будет. Так, заставляет врагов кровоточить. Может уронить копейку. Иногда распугивает врагов при атаке. Меньше силы использует. И распугивает врагов. И также мы возьмем, возьмем при поломке оружия по сокровищу. Нам это не нужно, когда оружие ломается с него. При поломке. При поломке. В общем, все при поломке. Значит, выберем оружие труднее сломать. Все создаем. Будет новый серп у нас. Ой, какой он красивый. Так, теперь чиним. 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 Все, выходим. Я думаю, нам пора улучшить уже наковальню нашу. Чтобы мы могли больше улучшений вставлять. Ой, ой, ой. А ты кто у нас? Какой-то малявка какая-то страшная. Какой-то новый враг. Так, и монетки. Обязательно собираем монетки. Ну, с жизнью пока у нас все в порядке. Все хорошо. Так, а это тот самый... Водяной, наверное. Что ты делаешь на болотах, кузнец? Ищу молодильную воду. Что, опять? Ты сгинешь вслед за остальными. Этот свихнувшийся поп скажет, что болото и тебя поглотило. Так не пойдет. Так. Какой поп? Какой поп? Какой поп? Тот безумец, который пытается очистить мое болото своими ритуалами. Так. А остальные-то, скорее всего, те, кто приходил до меня. Давайте спросим. Опять? Здесь до меня уже кто-то был? И сколько же их было? Старики и старухи. Их пугает отражение в зеркале. От хруста суставов душа уходит в пятки. Они приходят на мое болото в поисках молодости и торчат здесь, чтобы я им не говорил. Чтобы я им не говорил. Что происходит с людьми, которые сюда приходят? А как ты думаешь, они не могут найти обратную дорогу, а потом тонут и умирают с голоду. А другие сходят с ума. Как тот поп. Так, все-таки, где молодильная вода? Так есть у вас молодильная вода или нет? Ты не понимаешь? Молодильная вода не предназначена для людей. Она должна оставаться здесь, в болоте. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. И что же... Так, я переведу воду в другое место. Когда-нибудь весь этот бардак закончится. Но на это время мне лучше отдай мне воду. Я сохраню ее в безопасности. Нельзя ведь предугадать, когда ее попытаются забрать силой. Ахаха, ты правда не такой, как они. С тобой гораздо веселее. Могу тебе кое-что предложить. Как насчет такой идеи? Я дам тебе испорченную воду. Действие у нее не такое сильное, как у настоящей. Она достаточно сильная, чтобы одурачить любого человека. Я слушаю. Обязательное условие. Ты должен избавиться от этого сумасшедшего попа, который нуршает мир на болоте. Так, я не понял. В общем, он собирается, чтобы я уничтожил попа. Так, я не могу взять ненастоящую воду. За это мне голову снесут. Но я верну ее после того, как выполню задание. Вот. Обещаю. Если не досчитаешься хотя бы капли, можешь вырвать у меня сердце из груди. Чтобы доказать свою честность, я избавлю вас от попа. Нет, нет. Сначала прогони попа, воду получишь потом. Ага. Интересно. Так, блин, мне надо было просто соглашаться прогнать попа и взять ненастоящую воду. Мне кажется, это самое рациональное. Потому что... Ой, что ты колдуешь-то? Ого! А что такое? А почему так сильно? Так. Что-то меня быстро убили. Иван не готов сдаться. Так, и сразу серпом надо. Все, убил. Так, и у меня сломался молот. Ладненько. У меня есть еще один. Ой. Он этот быстро бьет молот. Мне этот он больше нравится. Так, и что? Это не поп был. Это, скорее всего, был не поп. Так, и у меня пропал один амулет. А, ну то, что я добром, типа, пожертвовал. Из-за этого у меня исчез один амулет. Ну, давайте другой какой-нибудь придумаем поставить. Так. Часть полученного урона превращается в несчастье. Иногда вы отражаете удары врага. О! Вот это... Хорошая штука. В защиту будем уходить. Так, а вот он и поп. О, нет, бедолага. Тебе тоже болото задурили голову? Болото задурили. Тебе здесь не место. Говоришь, болото дурят мне голову? Пропащая душа. Ты, видать, совсем рехнулся. Разве ты не знаешь, что идешь по проклятой земле? Так, мне нужна молодильная вода. Я ищу молодильную воду. Говорят, здесь она есть. Болото проклято злыми духами. Последние несколько недель здесь начали проявляться один из других, они приходят сюда по вечерам, а утром их уже нет. Говорят, по ночам здесь видны огни. Кто-то видел среди деревьев лица пропавших людей. Старый водник все тебе рассказал. Ты нарушаешь покой обитающих здесь со зданий. Так, давайте подкупим. Пожалуй, тебе стоит сходить за серебряными цепями и свечами. Бери деньги и иди покупай то, что я перечислил. Хм, твои слова мудры. Благодарю тебе за заслугу Вери. На эти деньги я куплю серебро и пара новых свечек. Так, ну это все получается? Так, идем обратно к воднику и говорить то, что... Мы подкупили папайи и он ушел. Мы же болото избавили? Избавили. Возможно, пусть даже ненадолго, но... Тем не менее, избавили. Победил этого безумца уйти? Так. Так, да, не настоящая, да... Да, с этим делом покончено. А теперь жду... Теперь отдай мне живую воду. Я потом принесу ее обратно. Иди по этой тропе и скоро найдешь воду. Так, по этой, скорее всего, вот этой тропе. А, она заканчивается? А куда она уходит-то? А, вот она. Молодец, Иван. Ты нашел воду. Ты пришел за настоящей водой? Вот она, настоящая вода. Как раз для тебя. Но не хочешь ли ты отдать царю не настоящую? А настоящую отдать в эти бабы-яги? Я знаю, что царь велел достать ее. Но я спрошу тебя, Иван. Возьмешь ли ты себе то, что не принадлежит никому? Я возьму все. Это неправильно. Так. Я возьму все. Возьму ненастоящую и чистую воду. Позже обе израсходуют. По интересу превыше всего. Отдай царю грязную воду. Или вообще ничего. Угу. Мутная молодильная вода и... Настоящая молодильная вода у нас, получается, теперь есть. Грязную воду? Прямо от тебя. Главное не пролить ее на себя. Прощай, Иван. Я улетаю прочь. Но сначала порекомендую тебе одну прекрасную дочь. Вот. Жена. Наконец-таки. Несомненно, мы встретимся снова. Я найду тебя, милок. Когда все будет готово. Так. А кого что мне рекомендовать-то будешь? Так. Это выход. Судьба Ивана зависит от его выбора. Так. К чему научился Иван? Кстати, суть идет. Враги, ударенные серпом, становятся оглушенными. Угу. Разом плюс один. Деньги приносят несчастье. Сила воли восстанавливается, когда вы получаете золото. Нет. Давайте вот сплэш возьмем. Будем по всем врагам бить. По кругу. Когда будем наносить урон. Так. И теперь отправляемся в деревню. Домой. Да. Нам нужно к царю. Отдать ему ненастоящую воду. Получается, настоящую мы оставим себе. Так же? Она у нас есть вода? Где она? Нет. Непонятненько. А вот. Молодильная вода. Эта вода дает острый ум в бутылке. Острый ум в бутылке. Непонятно. Дает немного острого ума, но не так много, как чистая вода из источника. В общем, у нас есть молодильная вода, но почему-то я ее не могу никак использовать. Оно светится как... Как задание. Ну, как предмет для задания. Так. Идем, значит, к царю отдаем воду. Ты снова вернулся. Я же велел тебе не возвращаться без засуда с молодильной водой. Стража, отвезти его к камню. Что? Согласно законам, необходимо пройти испытания. К тому же, я выполнил твои указания. Как? Покажи сосуд с молодильной водой. Так. Отдать грязную воду. Угу. Угу. Рассматривает царь. Подозревать что-то начинает или нет? Сосуд с грязью? И это ты называешь молодильной водой? Эта вода сделает твою голову ясной, и ты обретешь силу воли. Испив воды молодильной, ты как будто родишься заново. Давай. Постой. Ты прав. Я что-то чувствую. Я чувствую себя молодым. И голова моя стала светлей. И моя мозг очевидна. Но проклятие. Так, что такое? Иван, ты прекрасно справился с заданием. Но мне нужно кое-что еще. Вот еще одно задание. Ты справишься с ним, и оно будет последним для тебя. За девятью морями, за девятью горами найди для меня самую прекрасную жену. И приведи ее мне. Угу. Так. Так, где он сказал, за девятью морями, что-то там, лесами, горами. Мой господин. Но что такое красота? Как мне это определить? Она должна сиять красой ярче самого солнца. Вот столько прекрасной она... Вот настолько прекрасной она должна быть. Мне потребуется подарок, чтобы заслужить ее расположение. Меня это не касается. Это твое задание, а не мое. Какой подарок можешь сравниться с тем, чтобы стать моей женой? Так. Ну, все. Получается, он сказал где? Я отыщу ее царю. Я сейчас же отправляюсь в путь. Что сказать? Похоже, спорить тут бесполезно. А теперь отправляйся в путь. Найди мне жену. Краше самого солнца. И только тогда ты сможешь вернуться обратно.